Здравствуйте, милые дамы и уважаемые джентльмены! Практическому психологу приходится иметь дело при изучении психических состояний с самыми различными видами агрессии. И поэтому ему необходимо знать как теоретические концепции агрессии, так и всю совокупность методов, которые используются в практической деятельности для изучения, выявления особенностей этой агрессии. Итак, давайте мы рассмотрим сначала в нашем первом вопросе, буквально кратко, некоторые теоретические концепции агрессии. Итак, первый вопрос. Теоретические концепции агрессии. Термин агрессия чрезвычайно часто употребляется сегодня в самом широком контексте, как в научном, так и в житейском. И поэтому психологи считают, что он нуждается в серьезном очищении от целого ряда наслоений и отдельных вносимых в него смыслов. С одной стороны, имеются биологические данные о существовании нервных механизмов, участвующих в агрессивном поведении. С другой стороны, результаты исследований, проведенных, особенно в последние десятилетия, говорят о первостепенной роли социальных факторов в развитии агрессивности. То есть, сама социальная среда общения с людьми, особенно с агрессивными, в том числе и с родителями, накладывает отпечаток на проявление агрессивности и у самих людей на основе подражания. И вот мы здесь с вами должны выяснить сначала самые основные, самые главные причины агрессии. Итак, причины агрессии, прежде всего, это биологические. В настоящее время известно, что существуют центры на уровне лимбической системы, возбуждение которых автоматически вызывают агрессивную реакцию. То есть, здесь как бы истоки у нас сходные с животными. Второе. Чрезмерная вспыльчивость, проявляемая некоторыми людьми, может быть обусловлена повреждениями миндалевидных ядер, расположенных в височных долях головного мозга. Этого утверждал Марк Эрвин в 1970 году. Третье. Результаты исследований указывают на роль коры головного мозга в контроле проявлений агрессивности, а следовательно, сознательным регулированием, возможно, уменьшение проявления агрессивности, прежде всего, мотивационной. Четвертое. Как именно будет действовать кора головного мозга, осуществляя вот этот контроль, зависит главным образом от жизненного опыта индивидуума. в особенностях социальных условий в период его развития. Представьте себе, если и животное, и человек постоянно раздражается в процессе своей жизни, особенно в первый период существования, то это значительно влияет на проявление в последующем агрессивности. Даже животное, если постоянно дразнить, оно будет проявлять агрессивность. Нас в большей мере, конечно, будут интересовать социальные аспекты. Потому что мы и выявляем-то как раз с позиции социальных аспектов. Итак, социальные аспекты. Проведя обширное исследование в Чикаго, Ирон в 1982 году выявил черты детей, которые пользовались репутацией жестоких, и вместе с тем, особенности их родителей и условия, в котором их приходится жить. Вот сопоставление этих как бы факторов, с одной стороны, психологических характеристик детей, с другой стороны, характер поведения родителей, и условия жизнедеятельности дали возможность сделать некоторые научно обоснованные выводы. Итак, первое. Жестокие дети – это дети, которых не любят, и которые мало интересуются школьными делами. Но мы сами знаем, когда родители бросают детей, когда они какое-то время находятся беспризорными, у них развивается агрессивность из-за недовольства тем, что они не видят той ласки, которую другие родители дают другим детям. Далее. Дети, которые увлекают агрессивные фантазии, заимствованные, в частности, из фильмов, со сценами насилия, которые они смотрят по телевидениями, и героям, которым подражают. В настоящее время средства массовой информации преподносят нам огромное количество фильмов, в которых постоянно мы видим акты насилия, льется кровь. Все это оказывает влияние на детей, прежде всего, на неопытную, как бы, молодую душу человека. И вот, видя эти картины, они считают, что это норма жизни, что так должно и быть. И отсюда они стараются подражать, копировать. Такой же тип поведения. Что касается родителей таких детей, то это, большей частью, тоже люди весьма склонные к агрессивности, применяющие к детям телесные наказания. Исследователи выявили, что в 96% случаев и дети также постоянно выражают неудовольствие по поводу социального поведения своих родителей и родителей по отношению к своим детям. То есть, это, как бы, фактор взаимообусловленного. Ряд теорий агрессивности обоснованы, представлены в научной, психологической литературе. Прежде всего, это нативистские теории. Здесь некоторые психологи считают, что агрессивность свойственна всем животным, включая человека. Ее надо рассматривать как врожденную реакцию, в том числе и человека, для защиты занимаемой территории. Это Лорент Андрей. То есть, вот это подход фактически биологизаторский, который говорит о том, что, немножко сутрирую, от наших косматов-предков нам вот досталась эта агрессивность. С этой же позиции и Фрейд рассматривает агрессивность. Он сформулировал теорию, согласно которой агрессивность врожденные свойства, так как по его мнению человеческое существо несет в себе тенденцию, которую он назвал инстинкт смерти, толкающий человека к разрушению и саму разрушению. Инстинкт разрушения можно преодолеть только путем всемирного развития общения между отдельными людьми, социальными группами и различными культурами. Вот такой подход Фрейда. Другая теория или целая даже группа теорий интропсихические теории. Здесь некоторые авторы михеверийской ориентации полагают, что врожденной является не сама агрессивность, а тот факт, что она представляет собой возможный ответ на помеху на пути к достижению цели или на боль, которую предоставляют другие люди человеку. Далее это нейробиологическая теория. В частности, типичным ее представителем является Карли. В 1982 году он предложил гипотезу, которая отвергает идею, представленную в двух предшествующих группах теории. идею о единой агрессивной мотивации, в основе которой лежит один определенный комплекс физиологических механизмов. по мнению Карли, любое агрессивное поведение зависит как от состояния животного или человека в данный момент, так и от прошлого опыта. именно вот эти два фактора состояния на данный момент времени и прошлый опыт дают сенсорной информации ее энергизирующие направляющие свойства, то есть как бы питают ее определенной энергией. В настоящее время больше внимания уделяют теориям социального обучения. Прежде всего агрессия вот в этих концепциях рассматривается как стремление человека к господству. Это такой представитель этой теоретической концепции как Морреса. Это реакция личности на враждебную человеку окружающую действительность. Это Хорни Пром представители вот этой позиции. Это подражание моделям. Если воспитатели ребенка проявляют агрессивность, то и ребенок подражая им станет агрессивным. Если же модель будет наказана за свою агрессивность, это уменьшит проявление агрессивности у ребенка. По представлениям сторонников этой теории агрессивность продукт самого обыкновенного обучения, воспитания. Она развивается, поддерживается или уменьшается просто в результате наблюдения сцен агрессии и учета ее видимых последствий для агрессивного человека. Поэтому чем меньше ребенок будет наблюдать сцены агрессии, тем больше у него возможности избегать в будущем такого типа поведения. То есть он не усвоит в этом случае модели поведения, которые по его мнению будут считаться правильным или единственно правильным в той или иной ситуации. Например, вот уже около 20 лет в основном в Северной Америке не ослабевает интерес к роли телепередач с демонстрацией актов насилия. Эльзенталь в 76 году попытался сгруппировать данные различных исследований, связав их с тремя гипотезами, которые связаны с рассмотренными теориями. Прежде всего гипотеза модели. Она опирается на теорию социального обучения, согласно которой жестокие герои фильмов, в том числе и мультипликационных, служат моделями для реальной жизни. Модели для подражания. Надо делать так, как показывают, как демонстрируют, значит, это правильно. Тогда для уменьшения жестокости важно было бы, по мнению сторонников этой теории, сократить число сцен насилия и заменить их лучше сценами, которые бы демонстрировали сотрудничество между людьми. Тогда вот к этим моделям сотрудничества дети будут постепенно привыкать, и это для них будет норма поведения, норма их жизнедеятельности. Другая концепция это гипотеза катализатора. Согласно и этой гипотезе, жестокие сцены служат стимулом для появления импульсов агрессивности у определенного рода лиц, у которых эти сцены как бы отключают тормоза. гипотеза катарсиса. Вот эта гипотеза основана на результатах ряда исследований. Такие представители как Каплан, Зингер в 1976 году, Жорне в 1977 году, напротив, указывают скорее на то, что демонстрация ребенку сцен насилия вызывает у него уменьшение агрессивности. При виде таких сцен якобы происходит ослабление агрессивной напряженности своего рода катарсис. Надо сказать, что вот с этой позицией трудно согласиться, когда мы видим сейчас, в настоящее время, за последние особенно десятилетия агрессивность населения в целом молодежи намного возросла. И проводя даже занятия со студентами и с психологами, используя методики выявления агрессивности и сравнивая результаты со среднестатистическими данными, например, американских студентов, мы видим, что отличия все-таки значительные. Но по их данным, если в начале эти сцены агрессии усиливали степень активации организма, вызывали учащение ритма сердца и дыхания, то в конце концов чувствительность к сценам жестокости уменьшается, притупляется, что сопровождается понижением физиологических реакций, а также безразличием как там жестокости, на которые было бы естественно реагировали. вот представьте себе такого человека, который не реагирует на акты жестокости, но видит эти сцены в жизни, когда, допустим, избивают коллегу или старого человека, не помогают человеку в трудной, особенно экстремальной ситуации, думается, что вот этот подход нужно подвергнуть тщательному анализу, сомнению прежде всего. Не всегда, видимо, происходит вот такое ослабление интереса к проявлению агрессивности и уменьшению. Далее, агрессивность имеет качественную и количественную характеристику. Это нам прежде всего важно для изучения проявления агрессии. Как и всякое свойство, оно имеет различную степень выраженности от почти полного отсутствия и до предельного развития. Каждая личность должна обладать определенной степенью агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, конформности. Даже человек, решая задачу, когда она не получается у него, он как бы усилием воли себя заставляет, в какой-то мере проявляет недовольство собой, и вот эта агрессия может быть направленной на самого себя, и она носит как бы положительный характер. Отсюда чрезмерное развитие начинает определять весь облик личности, который может стать конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию. Далее, содержательно направленная сторона агрессивности, это тоже как бы сторона, которая будет интересовать практического психолога. сама по себе агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а с другой, сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые формы. В житийском сознании агрессивность является синонимом злонамеренной активности. однако само по себе деструктивное поведение злонамеренностью не обладает. Таковой его делает мотив деятельности, то есть те ценности ради достижения и обладания которыми активность разворачивается. Внешние практические действия могут быть сходны, но их мотивационные компоненты прямо противоположны. Поэтому выявляя разные формы проявления агрессивности для психолога очень важно сосредоточить внимание не столько на самих формах, сколько на тех движущих мотивах, которые породили ту или иную форму проявления агрессии, а следовательно и форму поведения. Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа. Мотивационная агрессия как самоценность это фактически реализация своих желаний, стремлений, намерений и инструментальное как средство. Вот из этих двух конечно в первую очередь психолог изучает мотивационную агрессию. Практических психологов в большей мере должна интересовать мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Определив уровень таких деструктивных тенденций можно с большой степенью вероятности и прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии у того или иного обследуемого лица. Анализ основных взглядов на содержание категории агрессии позволяет понимать ее как мотивационное разрушительное поведение противоречащие норму правилам существования людей в обществе наносящие вред объектам нападения причиняющие физический ущерб или вызывающие психический дискомфорт и как необходимый элемент любой созидательной деятельности. то есть проявление агрессивности есть и элемент положительный созидательный вот здесь и важно психологу видеть именно не столько форму проявления а сколько ту направленность мотивов в целом ценностных ориентаций на достижение тех или иных целей и в какой форме это достижение происходит. Агрессивные действия выступают в качестве прежде всего средства достижения какой-нибудь значимой цели. как способ психической разрядки замещения удовлетворения блокированной потребности и переключения с одной деятельности на другую. Третье как способ удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждения. Мы часто наблюдаем сцены когда общаются между собой школьники как они самоутверждаются иногда посредством того кто может оказать давление в том числе физическое на другое лицо оскорбить и не получить как бы в ответ ничего то есть как бы соперник согласился вот с таким поведением поэтому необходимо с одной стороны знать различные формы проявления агрессивности и с другой стороны важно и наблюдением и другим другими методами как бы фиксировать а на что тот или иной вид агрессивности направлен ну вот теперь можно по первому нашему вопросу и сделать некоторые выводы итак спор во первых теоретически еще далеко не решен некоторые эксперты в США в 82 году пришли к выводу что пока сцен насилия все-таки действительно способствует развитию агрессивности у любителей таких зрелищ однако полученные до сих пор данные следует рассматривать пока лишь как свидетельство наличия корреляции а не обязательно причинно-следственной связи видимо и ученые оставили для себя определенную как бы лазейку соглашаясь на 99% что все-таки демонстрация сцен агрессии это все же плохо и где-то 1% все-таки оставляют как бы для того чтобы а вдруг мы где-то ошибались под агрессией как явлением агрессивностью прежде всего как следствием поведения следует понимать свойства личности характеризующиеся наличием деструктивных тенденций в основном в области субъектно-субъектных отношений то есть прежде всего психолога интересует эта сторона третье агрессивность выполняет и защитную функцию иногда функцию разрешения ситуации деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в созидательной деятельности так как потребности индивидуального развития с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и разрешению препятствий преодолению того что противодействует этому процессу то есть вот такие напрашиваются выводы из краткого рассмотрения теоретических концепций ну а теперь перейдем к нашему второму вопросу где и рассмотрим те методы которые применяются психологии для изучения выявления различных форм видов агрессии и так второй вопрос методы выявления агрессивности например агрессивность ребенка можно выявить и оценить в результате систематической регистрации его взаимодействий с окружением и последующей оценкой чистоты длительности таких его действий ну как крик толкание нанесение ударов дергание за волосы различные угрозы уединения практическому психологу практически любому человеку который воспитывает другого человека необходимо вот знать эти проявления быть наблюдательным прежде всего и первый как бы самый основной и главный метод это метод наблюдения он дает очень много информации о проявлении агрессивности у изучаемого человека наиболее распространенными методами изучения агрессии агрессивности были и остаются метод наблюдения а также различные опросники и тесты широкое употребление которых связано с оказанием консультативной помощи людям а также для решения различных экспертных задач метод наблюдения регистрации поведенческих актов позволяет провести лишь поверхностную оценку личности и не в состоянии выявить ни ее глубинных побудительных сил ни психическую динамику в зависимости от различных внешних ситуаций мы знаем что один единственный метод никогда не является исчерпывающим а только система метода нацеленная на выявление одного и того же психологического параметра даст нам возможность как бы в комплексе просмотреть это явление в самых различных как бы ракурсах его проявления и вот здесь нам на помощь иногда приходят научно обоснованные опросники тесты одним из таких надо сказать уважаемых психологами тестов является тест опросник Баса Дарки два ученых Баса Дарки в 57 году первыми осуществили попытку рассмотрения агрессии как комплексного феномена Бас воспринявший ряд положений своих предшественников разделил понятие агрессивность и враждебность и определил последнюю как реакцию развивающие негативные чувства и негативные оценки людей и событий у Баса Дарки восемь видов агрессивных реакций рассматриваются давайте посмотрим какие это реакции в чем их сущность но прежде мне хотелось бы чтобы вы обратили внимание вот на какой момент на направленность самой агрессии агрессии сначала будет явно видно что это направленность на другое лицо а затем мы увидим как бы постепенный переход агрессивной направленности на самого человека и так физическая агрессия или нападение это использование физической силы против другого лица вот этим термином обычно охватывается любая драка исключающая лишь уничтожение неодушевленных предметов другим видом агрессии является косвенная агрессия которая окольным путем направленная на другое лицо и здесь формы проявлений могут быть самые разные это злобные сплетни шутки различные подначки но она может быть и ни на кого не направлена но проявляться как взрывы ярости проявляющиеся в крики топани ногами битье кулаками по столу и так далее вот эти взрывы чаще всего характеризуются ненаправленности и неупорядоченности следующий третий вид агрессивных реакций это раздражение под ним понимается готовность к проявлению негативных чувств негативизм при оппозиционные оппозиционные манеры поведения направленные обычно против авторитетного лица или официального руководства в школе это учитель прежде всего на работе это непосредственный начальник руководителя вот это поведение по своей напряженности может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов пассивное сопротивление чаще всего проявляется в том что человеку дают указания что-то от него требуют а он не делает игнорирует эти требования вот здесь как бы намечается постепенный переход от агрессии направленной полностью вовне на направленность ее уже на самого себя поэтому в следующем виде агрессии обида мы уже видим что здесь может проявляться и зависть и ненависть к окружающим обусловленные чувством горечи гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания человек не всегда обижается правильно на то что ему допустим говорят но из-за неадекватной оценки своего поведения своих личностных качеств все все равно такой агрессивности может возникнуть но она уже направлена прежде всего на само оценку на недовольство прежде всего собой своими качествами и здесь другое лицо может быть как в форме модели на которую возможно впоследствии будет направлена агрессивность в иной форме следующий вид агрессивной реакции это подозрительность она проявляется в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям и до убеждения в том что другие окружающие люди намерены причинить вред то есть планируют или приносят вред следующий вид агрессии это агрессия вербальная это выражение негативных чувств как через форму 40 рик виск так и через содержание словесных ответов проклятие угрозы ругань тенденциозной критической позиции то есть агрессия выраженная только словами здесь действий каких-либо может не быть но человек может и не высказывать те переживаемые ситуации и возникшие у него агрессивности именно проявляются как самопроговаривание самоанализ всего того что произошло ну и наконец следующий вид агрессии это чувство вины она выражает возможные убеждения обследуемого субъекта в том что он является плохим человеком что поступает зло а также ощущаемые им угрызения совести даже когда по количественным показателям вот этот вид именно чувство вины как агрессивной реакции и достаточно высокий то нельзя говорить о том что это человек бессовестный наоборот у него повышенная чувствительность к своим действиям а также к действиям других людей это как правило высоко совестливые люди которые чувствуют ответственность за то что они могли бы сделать но не сделать поэтому при сопоставлении опросника использовали следующие принципы вопрос который задается чаще всего относится только к одной форме агрессии сами вопросы формулируются таким образом чтобы в наибольшей степени ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос вопрос опросники есть и некоторые недостатки недостаток состоит прежде всего в том что в нем отсутствует шкала социальной желательности или как ее называют шкала лжи видимо дополнение этой шкалой бы намного улучшило бы сам опросник и прежде всего нужно психологу повысило бы достоверность тех результатов которые он получит сам вопросник состоит из 75 утверждений на которые испытуемый должен дать биполярный ответ да или нет некоторые вопросы на каждый вид агрессии вот вопрос вопросы на физическую агрессию номера сохранились так как они находятся в самом опроснике вот на физическую агрессию например первые девятые двадцать пятые вопросы ну первый временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим ответ да как раз свидетельствует о наличии такого вида агрессии второе мне кажется что я не способен ударить другого человека если человек отвечает да что он не способен следовательно здесь физическая агрессия не проявляется при обратном ответе идет как бы набор баллов по данному виду агрессии следующий следующий это двадцать пятый например тот кто оскорбляет меня и мою семью напрашивается на драку вот такая 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 уже оценка свидетельствует о том что у человека будет проявляться физическая агрессия косвенная агрессия и вот здесь некоторые выборные вопросы именно на этот вид агрессии например второй иногда сплетничаю о людях которых не люблю десятый я никогда не раздражаюсь настолько чтобы кидаться предметами ответы да и нет как раз показывают проявляется или не проявляется эта косвенная агрессия я никогда не бываю мрачен от злости также в зависимости от положительного или отрицательного ответа проявляется или не проявляется этот вид агрессии раздражение здесь также приведены три утверждения отвечая на которые выявляется наличие или отсутствие раздражения у испытуемого лица ну например вопрос третий я легко раздражаюсь но быстро успокаиваюсь ответ да дает нам право говорит о том что раздражение у человека присутствует девятнадцатый например я гораздо более раздражителен чем кажется положительный ответ также как бы набирает очки для последующего анализа двадцать седьмой меня охватывает ярость когда она до мной насмехается ответ да тоже свидетельствует о раздражении вопрос на другой вид агрессии негативизм вот такой вопрос если меня не попросят по хорошему я не выполню что-то вот это ответ положительный да говорит о присутствии факта негативизма поведения данного испытуемого двенадцатый если мне не нравится установленное правило мне хочется нарушить ответ да также дает бал для оценки данного качества обида здесь также приведены три примерных утверждения пятое например я не всегда получаю то что мне положено при ответе да человек как бы раскрывает что он обижен на эту ситуацию что он недоволен этой ситуации а следовательно агрессия у него проявляется именно в форме обиды тринадцатый другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами здесь ответ поставлен как бы в косвенном варианте следовательно если я не умею то проявляется уже обида двадцать первые меня немного огорчает моя судьба ответ да как раз свидетельствует о проявлении обиды подозрительность здесь также приведены только три утверждения на этот вид агрессивности шестой по номеру я не знаю что люди говорят обо мне за моей спиной но человек уже думает об этом нацелен на это следовательно если он считает что это действительно так это свидетельствует о подозрительности четырнадцатый я держусь настороженно с людьми которые относятся ко мне несколько более дружественно чем я ожидал то есть при ответе да эта подозрительность действительно проявляется что человек настороженно относится даже к своим друзьям двадцать второй например я думаю что многие люди не любят меня ответ да также свидетельствует о подозрительности вербальная агрессия давайте рассмотрим примерные утверждения на этот вид агрессии седьмой если я не одобряю поведение друзей я даю им это почувствовать а как можно дать почувствовать следовательно словами оскорблениями или в другой форме если ответ положительный да следовательно это говорит о проявлении вербальной агрессии пятнадцатый я часто бываю не согласен с людьми вот это слово несущее основную смысловую нагрузку часто в сочетании с ответом да действительно свидетельствует о наличии вербальной агрессии данного испытуемого двадцать третий я не могу удержаться от спора если люди не согласны со мной здесь вербальная агрессия проявляется как бы в стремлении спорить даже в том случае если и не право ну и наконец чувство вины и потом обиды рассмотрим которые прежде всего направлены на самого человека вот к примеру восьмое утверждение когда мне случалось обмануть кого-нибудь я испытывал мучительное угрозение совести ответ да говорит о том что совесть у человека еще есть не потеряна шестнадцатый иногда мне на ум приходят мысли которых я стыжусь то есть человек не хотел бы так действовать а следовательно даже от мыслей возникших у него возникает чувство вины двадцать четвертый люди увиливающие от работы должны испытывать чувство вины и при ответе да человек соглашается с тем что увиливание от работы это уже элемент определенной бессовестности а следовательно прежде всего констатации того что человек действительно должен при этих условиях испытывать чувство вины всего вопросники семьдесят пять вопросов и по числу совпадений ответов исплетуемых с ключом подсчитываются индексы различных форм агрессивности и враждебных реакций ключ необходимо психологу записать потому как последующим нужно использовать в обработке результата как сами сырые баллы набранные по тому или иному виду агрессии так и тот максимум утверждений или вопросов из которых исходит психолог в оценке конкретного вида агрессивности итак физической агрессии мы видим за ответ да начисляются баллы по одному баллу при совпадении на первый двадцать пятый тридцать первый сорок первый сорок восьмой пятьдесят пятый шестьдесят восьмой вопрос и за ответ нет также начисляется один балл на девятый седьмой вопрос косвенная агрессия здесь всего максимум утверждений на данный вид агрессии здесь есть и совпадение как для оценки положительной где начисляется один балл так для отрицательной и так за положительные совпавшие ответы начисляются баллы по второму десятому восемнадцатому тридцать четвертому сорок второму пятьдесят шестому шестьдесят третьему утверждению и отрицательные ответы нет на два вопроса двадцать шестой и сорок девятый населяются баллы раздражение здесь исходим из максимума одиннадцать утверждений на данный изучаемый параметр прежде всего положительные ответы на вопросы третий девятнадцатый двадцать седьмой сорок третий пятидесятый пятьдесят седьмой шестьдесят четвертый семьдесят второй и отрицательные ответы совпавшие с ключом также дают балл по следующим номерам одиннадцатый тридцать пятый и шестьдесят девятый негативизм здесь максимум пять утверждений поэтому каждое совпадение имеет очень большой вес фактически двадцать процентов совпадений только одного совпадений дает двадцать процентов в оценку вот этого вида агрессии здесь положительные моменты это номера четвертый двенадцатый двадцатый и двадцать восьмой и отрицательные только один тридцать шестой обида обида здесь восемь утверждений и только положительные дают один балл это следующие номера пятый тринадцатый двадцать первый двадцать девятый тридцать седьмой сорок четвертый пятьдесят первый пятьдесят восьмой подозрительность здесь двенадцать утверждений положительные следующие шестой четырнадцатый двадцатый тридцатый тридцать восьмой сорок пятый пятьдесят второе пятьдесят девятый и отрицательные тридцать третий шестьдесят шестой семьдесят четвертый семьдесят пятый вербальная агрессия здесь тринадцать утверждений на данные изучаемые параметры а именно на вербальную агрессию положительные совпадения по следующим вопросам дают один балл седьмой пятнадцатый двадцать третий тридцать первый сорок шестой пятьдесят третий шестидесятый семьдесят первый и семьдесят третий и отрицательные тридцать третий шестьдесят шестой семьдесят четвертый и семьдесят пятый Чувство вины Здесь 9 параметров максимум И только положительные Совпадение с ключом по ответу да По следующим вопросам дается 1 балл По 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 Суммирование индексов 1, 2 и 7 Дает нам общий индекс агрессивности А суммирование индексов 5 и 6 Индекс враждебности Нормой агрессивности является Величина ее индекса равная 21 плюс минус 4 То есть от 16 до 25 А враждебности 6,5 и 7 плюс минус 3 Вот это считается нормой Вот здесь приведены Среднестатистические нормы Американских студентов По различным видам агрессивности А также по общей агрессивности И по враждебности Можно сравнить Тестируемых наших людей Вот с этими Среднестатистическими значениями Примечание Пользуясь данной методикой Необходимо помнить Что агрессивность Как свойство личности Агрессии Как поведение Могут быть поняты Только в контексте Психологического анализа Мотивационно-потребностной Сферы личности То есть не формы Агрессии надо фиксировать А прежде всего мотивы Поэтому вопросникам Баса Дарки Следует пользоваться В совокупности С другими Методиками Личности Такими как Тест Котелла Спилбергера-Ханина Проективными методиками Люшер Тест тематической Аперцепции ТАТ И другие Второе следует Учесть Что в ситуации Экспертизы Опросник Не защищен От мотивационных Искажений В частности По типу Социальной желательности То есть В нем Нет шкалы лжи А это Недостаток Третье Достоверность Результатов Зависит От доверительности В отношениях Испытуемого И психолога И вот теперь Интерпретация Результатов Прежде всего Это количественный Анализ Результатов Он осуществляется По следующей Формуле Результат равен Сырые баллы Умножить на 60 Деленные на максимум И плюс 20 Что означают Эти данные Сырые баллы Это количество баллов Набранных Испытуемым По измеряемому Параметру Теста Ну Но по конкретному Виду Агрессивности 60 Это диапазон Видимой шкалы Это число Постоянное Максимум Это максимально Возможное Количество Баллов По измеряемому Параметру Поэтому Каждый раз И давалось Вам Это значение Например Вот вид агрессии Чувство вины Дается Максимум 9 И То количество Совпадений Который Станет В последующем Сырым баллом 20 Это диапазон Невидимой Шкалы То есть От нуля До 20 Баллов И на основе Полученных Результатов Составляется Шкала 20 80 Вот Она Выглядит Следующим Образом По каждому Виду Агрессии Составляется Как бы Гистограмма Где Значение 50 Соответствует Медианному Значению То есть Это средняя Статистическая Норма Для Абсолютного Большинства Людей Здесь Поэтому Показан Уровень Агрессивности В районе 50 Средним Интерпретация Прежде всего Связана С Выделением Доминирующих Видов Агрессии Вот В данном Случае Доминирует Косвенная Агрессия Негативизм Обида О чем Это говорит Прежде всего О том Что В сложных Трудных Ситуациях Человек Прежде всего Будет Проявлять Этот Вид Агрессии И когда Тот или иной Вид Доминирующей Агрессии Цели Не достигает То человек Может Переходить На другой Также Доминирующий Вид Агрессии В частности На Негативизм Или Обиду Могут Быть И Другие Тесты Например На Самооценку Агрессивности Например Предлагается Описание Различных Психических Состояний И если Это состояние Очень Подходит Вам То Ставьте Ответ Два Балла Если Подходит Но Не Очень Один Балл Если Совсем Не Подходит Ноль Баллов И вот Мы Сейчас Рассмотрим Кратко Некоторые Из этих Утверждений Например Оставляю За собой Последнее Слово Либо Да Либо Нет Либо Подходит Но Не Очень Нередко В разговоре Перебиваю Собеседника Меня Легко Рассердить Люблю Делать Замечания Другим Хочу Быть Авторитетом Для Окружающим Другие Утверждения Не Довольствуюсь Хочу Наибольшего Когда Разгневаюсь Плохо Себя Сдерживаю Предпочитаю Лучше Руководить Чем Подчиняться У меня Резко Групповатые Жестикуляции Я Мстителен Здесь Приведены Лишь Некоторые Утверждения И Оценка Уровня Агрессивности Это Фактически Сумма Набранных Баллов За ответ Да Два Балла За ответ Нет Начисляется Один балл При этом Если Человек Набрал От нуля До семи Баллов Это Спокойный Человек Выдержанный Человек От восьми До четырнадцати Баллов Средний Уровень Так Это Уровень Вокруг Медианного Значения Как правило Это В пределах Одного Стандартного Отклонения Или Где-то В пределах Шестидесяти Восьми Процентов Людей Имеют Именно Этот уровень Пятнадцать Двадцать Баллов Свидетельствует Что Человек Агрессивен Не выдержан Есть Трудности В работе С людьми Следующий Тест Это Тест Осингера Оценка Агрессивности В отношениях Этот тест Позволяет Определить Достаточно Ли Человек Корректен В отношении С окружающими И Легко Ли С ним Общаться Вот Что Интересно Что Для Большей Объективности Ответов Можно Произвести Взаимную Оценку Когда Коллеги Отвечают На Вопросы Друг за Другом Оценивают Каждый Другого Человека Это Поможет Понять Насколько Верна Их Самооценка То есть Оценка Другого Затем Сравнивается С Самооценкой Всего Двадцать Вопросов На которые Надо дать Один из Трех Предложенных Ответов Попробуйте По ходу Ответить На Данные Вопросы Итак Склонны ли Вы Искать Пути К Примирению После Очередного Служебного Конфликта И вы Можете Себе Помечать Первый Тире И устраивает Вас Ответ Третий Один Три Второй Как вы Ведете Себя В критической Ситуации Внутренне Кипите Сохраняете Полное Спокойствие Или Теряете Самообладание Третье Каким Считают Вас Коллеги Первое Самоуверенным И Зависливым Второе Дружелюбным Третье Спокойным И Независливым Четвертое Как вы Отреагируете Если вам Предложат Ответственную Должность Первое Примите С некоторыми Опасениями Второе Согласитесь Без Колебаний Или Третье Откажетесь От нее Ради Собственного Спокойствия Пятое Как вы Будете Себя Вести Если Кто-то Из Коллег Без Разрешения Возьмет С вашего Стола Бумагу Выдайте Ему По первое Число Заставите Вернуть Или Третье Спросите А не нужно ли Ему Еще Что-нибудь Шестое Утверждение Какими Словами Вы Встретите Мужа Или Жену Если Он Она Вернулся С работы Позже Обычного Первый Вариант Ответа Вопроса Что Это Тебя Так Задержало Второй Где Ты Торчишь Допоздна И Третий Я Уже Начал Или Начала Волноваться Седьмой Вопрос Как Вы Ведете Себя За рулем Автомобиля Первое Стараетесь Ли Обогнать Машину Которая Показала Вам Хвост Второе Вам Все Равно Сколько Машин Вас Обошло Или Третье Помчитесь Такой Скоростью Чтобы Никто Вас Не догнал Восьмое Утверждение Какими Вы считаете Свои Взгляды На Жизнь Первое Сбалансированными Второе Легкомысленными Третье Крайне Жесткими Девятое Что Вы Предпринимаете Если Не Все Удается Первое Попытаетесь Свалить Вину На Другого Второе Смиряетесь И Третье Становитесь Предосторожными Десятый Как Вы Отреагируете На Филетон О Случаях Распущенности Среди Современной Молодежи И Варианты Ответов Следующие Первый Пора бы Уже Запретить Им Такие Развлечения Второе Надо Создать Им Возможность Организованной Культурно Дыхать И Третье И Чего Мы Мы Только С Ними Возимся Одиннадцатый Что Вы Ощущаете Если Место Которое Вы Хотели Занять Досталось Другому Первое И Зачем Я Только На Это Нервы Тратил Второе Видно Его Физиономия Шефу Приятнее И Третье Может быть Мне Это Удастся В другой Раз Двенадцатый Когда Вы Смотрите Страшный Фильм То Первое Боитесь Второе Скучаете Третье Получаете Искреннее Удовольствие Тринадцатый Если Из Задорожной Прорубки Вы Опаздываете На Важное Совещание Первое Будете Нервничать Во время Заседания Второе Попытаетесь Вызвать Снисходительность Партнера И Третье Огорчитесь Четырнадцатый Как Вы Относитесь К Своим Спортивным Успехом Первое Обязательно Стараетесь Выиграть Второе Цените Удовольствие Почувствовать Себя Вновь Молодым И Третье Очень Сердитесь Если Не везет Пятнадцатый Как Вы Поступите Если Вас Плохо Обслужили В ресторане Первое Стерпите Избегая Скандала Второе Вызовите Метрод Отеля И Сделайте Ему Замечание Третье Отправитесь С жалобой К директору Ресторана Шестнадцатый Как Вы Поведете Себя Если Вашего Ребенка Ну Или Младшего Сестренку Братишку Обидели В школе Первое Поговорите С учителем Второе Устроите Скандал Родителям Малолетнего Преступника И Третье Посоветуете Ребенку Дать Сдачи Обидчику Семнадцатый Какой По-Вашему Вы Человек Средний Самоуверенный Или Пробивной Восемнадцатый Что Вы Ответите Подчиненному С которым Столкнулись В дверях Учреждения Если Он Начал Извиняться Перед Вами Первый Вариант Простите Это Моя Вина То есть Вы Начальник Извиняетесь Перед Подчиненным Подчиненным Второе Ничего Пустяки Или Третье А повнимательнее Вы быть Не можете То есть Фактически Это Замечание Сделанное Подчиненным Девятнадцатый Девятнадцатый Как Вы Отреагируете На Статью В газете О случаях Хулиганства Среди Молодежи Первый Вариант Когда Даже Наконец Будут Приняты Конкретные Меры Второе Надо бы Ввести Телесные Наказания И Третье Нельзя Все Сваливать На Молодежь Виноваты И Воспитатели И Наконец Последний Представьте Что Вам Предстоит Заново Родиться Но Уже Животным Какое Животное Вы Предпочтете Первое Тигра Или Леопарда Второе Домашнюю Кошку И Третье Медведя Вот Теперь Необходимо Посчитать Количество Набранных Баллов Фактически Номер Ответа И Будет Тем Баллом Который Надо Считать Например На Первый Вопрос Вы Ответили Третьим Вариантом Это Будет Три Балла Пожалуйста Подсчитайте Суммируйте Все Баллы Которые Вы Получили Вот На Эти Двадцать Утверждений Имеющих Три Варианта Ответ У вас В пределах Тридцати Шести Сорока Четырех Очков Вы Умеренно Агрессивны Но Вполне Успешно Идете По Жизни Поскольку У вас Достаточно Здорового Чистолюбия И Самоуверенности Сорок Пять И Более Очков Вы Излишне Агрессивны И при этом Нередко Бываете Неуравновешенными И чрезмерно Жестоким По отношению К другим Людям Вы Надеетесь Добиться Доуправленческих Верхов И Рассчитывайте На Собственные Методы Жертвуя Интересами Домашних Окружающих Поэтому Вас Не Удивляет Неприязнь Сослуживцев Но При Малейшей Возможности Вы Стараетесь Их За это Наказать И Следующее Тридцать Пять И менее Очков Вы Чрезмерно Миролюбивы Что Обусловлено Недостаточной Уверенностью В собственных Силах И возможностях Это Конечно Не значит Что Вы Как травинка Гнетесь Под Любым Ветерком И Все Тоже Побольше Решительности Вам Не Помешает Вот Видите Много Оказывается Есть Различных Тестов Которые Позволяют Выявлять Те Или Иные Особенности Агрессивности У Испытуем На основе Рассмотренного Можно Сделать И Некоторые Выводы Итак Агрессивность Выполняет Защитную Функцию Организма В целях Разрешения Ситуации Она Как Установлена Психологом Может быть Как Разрушительной Так И Созидательной Это Первый Вывод Второй Вывод У Практикующего Психолога Имеется Достаточный Арсенал Методов Изучения Различных Форм Проявления Агрессивного Поведения Человека И Наконец Третий Вывод Знание Особенности Агрессивного Реагирование Человека Является Основой Психологической Консультационной Работе Практикующего Специалиста Психолога На этом Дорогие Друзья Наша Лекция Заканчивается Я Благодарю Вас За Внимание И Желаю Вам Успеха В изучении Различных Психических Состояний Человека И Освоении Самых Различных Методов Это Для Психолога Главное